Итак, ребята, всем привет! Сегодня будет шикарное видео тем, что мы ездили в одно местечко, а он у нас не задался. Приехали сюда, в эту деревню. Она битая, здесь и был слёт кладоискателей. В общем, хреново начался день тем, что не было. Один фундамент мне понравился, он дал немножко монеток. В частности, сначала как всё начиналось. С одной монеты. Мы уехали с этого места и переехали в другое, в конец деревни. Потом я же всё-таки вернулся туда и отыскал, ребята, складень. Целый складень. Так что не зря. Чуйка всё-таки и есть, ребят. Можно было не возвращаться, но я как бы, знаете, ну чем-то толкала меня эта фигня. Чуйка моя сработала сегодня вообще классно. Погода ужасная, весь день ветер, не обессудьте, будет. Ветрено. Так что пишем в комментарии. У вас бывает такая чуйка, что приехал, потом уехал, надо всё-таки вернуться. Пишем, буду знать, у меня одного чуйка такая или нет. Так что приятного вам просмотра. У пацанов находок, к сожалению, не было, но у меня цари, советы, ну и ещё вот эта вкусняшка. Так что смотрим, не забываем проставлять пальчик вверху за трудосторание. Итак, ребят, всем привет. Привет. Мы начинаем сегодняшний видеоролик с того места, именно куда мы приехали. До этого мы ездили, ребят, не поверите, проехали Ульяновск, проехали Татарстан и забурились именно в том местечке, где нам порекомендовали. Но, к сожалению, там стерня очень высокая. Но когда, ребят, проезжали Ульяновский, ребят... Сказываешь, маленькую стерню. Ребят, стерня вот такая, говорит Серый. Вот такая стерня. А где салобу свалили? Там по колено. По колено. В общем, и стал моросить дождь, и мы оттуда свалили. Но я к чему говорю, ребят. Я проезжал Ульяновск. Я не знаю, как вы там, ребята, живёте. Как вы там ездите, но это жопа полная. Вообще. Это Бесовский лес. Бесовский лес проезжали. Это 20 километров в час. Мы даже не соизволились обогнать фуру, ребят, которая ехала. Потому что дорога жесть. Как вы, ульяновцы, там живёте? Бесец, ребят. Из истории Самары, самые худшие дороги в России, это в Самаре. Есть факты, подтверждённые исторически, то, что в Самаре в своё время даже лошади тонули в ямах. Если найду этот сюжетик, я, конечно, вам прикреплю. Но ульяновцы, как вы живёте, платите налоги и по таким дорогам ездите. Можно добавлю про эту дорогу? Давай же. Привет. Это Евгений. Постоянно езжу в Кировскую область регулярно. Я сам оттуда родом. И лет 7-8 назад уже, да, когда мы поженились с моей супругой, мы катались сюда. И, в общем-то, нас навигатор повёл по этой дороге. Потому что Саша сейчас говорит, что дорога плохая. Он, на самом деле, не прав. Сейчас дорога шикарная. Тогда мы ездили в Молтару. Да я всю разбил себе ходовку. Вы только посмотрите на мою фару, ребята. Смотрите, какая фара. Так, видите, нет? Смотрите, как она, ёпты мать, разбилась. Ёпты. У меня вся звенит ходовка. У меня, короче, жесть полная. И это идеальная дорога. Больше 20 километров по Бесовскому лесу я не смог разогнаться. Это жесть полная. 20 километров по трассе, ребят. Это пипец. Так что, я не знаю, ульяновцы, пишите в комментарии своё мнение по поводу ваших дорог. Ну, дороги просто жесть. Ну, а сейчас мы приехали на одно местечко. Оно всеми известно. В принципе, Петропавловка. И мы сейчас приехали непосредственно в тот эпицентр, где сам центр деревни было. Здесь вот нетронутый есть фундамент, но мы зашурфимся именно тот, который там начали. И посмотрим, что там будет. Советы царей, вы об этом, конечно, узнаете. У нас молодой комрад, это Ярик. Он голод ещё тот. Сразу первым делом пожрать. Но сегодня у нас всего 4 комрада. К сожалению, кто хотел к нам приехать сегодня, не смог. В связи по семейным, по рабочим обстоятельствам. Рус, тебе огромный привет. Трудов тебе. Работай на славу. Во имя Отечества. Ну, а мы немножко отдохнём за твоё здоровье. Так что, вступление есть. Я думаю, видео состоялось. Нет, ставьте на паузу и скажите, что это такое. Что это такое? Да ёпты, это же мангал серый. Ладно, поехали, ребята. Смотрим, интересно, что-нибудь у нас обязательно отыщется. Итак, ребят, ну что, шурф стал давать немножко монеток, в частности, этот. До этого я ещё одну подымал монетку, но вам не снимал, потому что она горелая. А это копеечка 1910 года. Сохранчик бодренький. Вот, так что неплохой. Вот там он, рядышком шув. Я в него залез. Первый сигнал. Там была копейка тоже Николая. Там Серёга пошурфил, но он пустой оказался. Вот, я вот копейку поднял. Серёга пришёл. Прибор у меня фонить стал. Засыпка мне не нравилась. И я перешёл сюда и ещё одну копеечку дёрнул. Вот, так что фундамент нет-нет, но даёт. Факт о том, что он шурфлёный, ребят. Он шурфлёный. Смотрите, здесь вот как бы ранее. Это вот недавно. Но судя по тому, какая здесь глубина шурфа, это штык лопаты. Сама засыпка идёт на два штыка. Вот, так что мы, наверное, всё это снова будем лопатить. Так что, ладно, продолжаем. Итак, ребят, ветер очень сильный. Буду стараться камеру прятать. Рядом со мной Женёк. А ты, А ты Макс. Да, вы его ещё не видали. Он подъехал чуть позже. Начинали с Серёгой. И вот, знаете, вышла вот такая-то монетка. Неплохая, я бы сказал. 62-й год. А2. Ну да, хорошая монета. Хорошая. Они обычно затёртые или чересчур гнилые. А это ещё бодрячок. Вот, так что вот так вот. Кинг уже устал. Устал, потому что мы вчера ночью приехали вообще на одну деревушку. Кстати, вот сейчас покажу. Вот с этого фундамента ещё монетка горелая была. С утратами сильная. Затем двушечка ранняя. Вот, в общем. А это с того фундамента. Вот, ну и сопуточка вот такая вот. Такие вот вещи, донышки я собираю с символикой Кузнецова. Вот так что, не густо, но и не пусто. Кстати, почему Кинг устал? Мы вчера, ребята, мы ехали ночью. Присяду я, наверное. Мы ехали ночью на одно место. Булгары. По булгарам хотели. Но там такая стерня была. Мы переночевали, дошироко поели. И утром уехали. Фу, нельзя. Вот так что, так вот. Ничего есть. Чё? И ещё попадаются. Вот такие вот вещи, да. Жернова. Такие вещи много скупают, ребята. Есть любители. Ладно, будет интересно, обязательно покажу. Но пока у нас неинтересного нет ничего. Да? Пока вот такой вот. Результат. Ладно, продолжаем. Итак, ребята. Я ждал от этого шурфа что-то эдакого. Аська. Сегодня я с Аськой, ребята, работает. Потому что Ваниш меня не очень как бы впечатлило на шурфе. Но Аська, моя хорошая девочка, очень хорошо себя зарекомендовала. Вот в таком диапазоне. Вот именно на последнем третьем. Чёткий. Не прыгал. Не скакал. Раз выкопал лопату. Ничего. Продолжался сигнал. Думал уже железо, потому что глубоко. Но это было не зря. Смотрите что, блин. Это у нас складень. Створки на месте. Блин, блинский. Как я давно не поднимал складни. Огонь. Охренеть. Довольно, ребята, как слон. Не поверите. Доволен. О, смотрите, она даже открывается. Та-дам. Окислы ужасные. Очень ужасные. Смотрите, какие окислы. Жесть полная. Вот это да. А в руках у меня старинный трёхстворчатый складень. 18-19 век. Николай Чудотворец. Можайский. Сверху центральные створки украшено изображением. Образа нерукотворного. В центре иконы изображён Святой Николай Чудотворец. Правая рука, которая поднимает меч. Левая рука его держит православный храм. По сторонам от Святого Николая изображение Иисуса Христа и Святой Богородицы. Итак, ребята, я вернусь к нашей створочке. И хочу вам кое-какой факт сказать. Поднял я его на пределе с материком. Видите? Вот это место. Шурфлёные в этом году. Уже шурфлёные. Может, по осени прошлого года. Но смотрите, они не дошли буквально какие-то считанные сантиметры до него. Вот последняя лопата шурфа. А вот здесь вот был складень. Ребят, узнаёте свой шурф? Хотя вряд ли узнаете. Вы пропустили вкусняшку. И эта вкусняшка, ребята, вот такая вот. Вот она вкусняшечка. Класс. Вот такое количество монет здесь уже подняли на вашем шурфе. Так что продолжаем. Я думаю, ещё что-нибудь у нас выскочит. Ну что, ребята, на радость самому себе советик. Вот такой отпечаток. Старый. Здесь новых и не будет. Год, к сожалению, не скажу. Здесь немножко он закислил. Но пятак. Крупная монета. Вот такая вот после него зелёночка. Ладно, ковыряемся с Женьком. Чуть позже ещё приедут, комрады. Не знаю, доедут, найдут нас или нет. Но, надеюсь, будет сегодня весело. Продолжаем. Ну что, ребят, можно меня поздравить. И с серебром. Сигнал был чистейший, как медный. Но когда я взял в руки, проглядывался советский герб. Но сигнал-то был классный. Как бы медный. И оказалось, это 10 копеек. 29-й год. Сохранчик как бы будет неплохой. С почином, с серебром. Зачётно. Я считаю, что уже выход совершён не зря. Ну, Женя, там пока пусто. Колечки, гильзы собирает. Вот у меня пока тоже не особо густо, но и не пусто. Ладно, ждём, продолжаем. Итак, ребят, сейчас подъезжал комрад. Говорит, мечтал всегда познакомиться. Познакомились. Он поехал на свой фундамент. Вон там он где-то, фундамент у него. Я ему говорю, что он на пару часов всего на всё. Если он его бросит, мы вернёмся на тот же фунт и пошурфим. У меня, ребята, крупная монетка. И это 5 копеек. 30-й год. Вот такая вот зеленушка. Ну ладно, это менее лучшего. Будем пока снимать такое. Моросит дождик. Женька в машину спрятался. Был только что град. Вот, так что погода не очень. И ветер сильный. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у нас пополнение. На соседнем шурфе приехали ещё 3 человека. Девушка и 2 комрада. У одного оркс, у другого Деус. Вот на таком копомобиле. Слышите, да? Как крякает Деус. Ну я к чему? У меня находка, ребята. И, походу, это царь. Потому что звенел очень громко. Пока не скажу ничего. О, скажу. Это у нас копейка. Год, год, не знаю. Вот такая монетка, ребята. Не густо. Объем работы сделал колоссальный. Чтоб добраться до этой монетки. Последняя монета была, знаете где? Последняя монета где-то здесь вот была. За собой я шурф уже, видите, да? Присыпаю. И котлована нет. И за женьком я тоже как бы присыпал. Туда дерн скидываю. А здесь прозваниваю. Вот такая 1900, вроде, 11-й год. Жалко, не 17-й. Ну ничего. Сегодня одни копеечки идут. Итак, ребята. Я уже, наверное, заканчиваю этот шурф. Потому что подошел к венцу. И здесь засыпка всего-на-всего на штык лопаты. И вот, знаете, монета выпала. До этого советики были. Копеечка, двушечка. Что-то в этом роде. И вот, наверное, что-то царское, раз такой окисел. А, нет, ребят, нет. Это 3 копейки. 3 копейки. 36-го года. Вот так. А по размеру очень был похожий на царскую копеечку. Вот засыпка, видите, подходит своему завершению. Ну и, естественно, мой фундамент тоже. Ох-ох-ох. Пойдет. Кинг очень сильно устал. Очень сильно устал. У нас вот получилось как-то уже. Пацаны ушли шурфить. Какой-то вон там домик они нашли. И, конечно, не знаю, что ни с находками. Надеюсь, чем-то интересное откопается. А то они все не пустые совсем. Итак, ребята. Подрезаю стеночку. Видите, засыпки практически нету. Просто подрезаю. Был сигнальчик. И срезал. Это у нас герб старый. Так, копеечка. Эх, копеечка 24-го года. Всегда, когда нахожу такие монеты, я всегда пытаюсь год натереть на 25-й. Но давненько у меня лично не было. На прошлом, на прозапрошлых копах я так натер монетку 2 копейки 25-го года. Да. Видишь, это я. Танек, привет. Что там, Жень? Кинг, привет. Не ешь меня. Боится. Все боятся Кинга. Не пускает ко мне. Вот такая копеечка 24-й. Зачет. Итак, ребят, парни уехали туда вниз по деревне в поисках лучшей жизни, как говорится. Я же хочу добить. Вот здесь у меня были монетки, находки все. Я решил здесь вот пробить, потому что срубдом идет вот так вот. И здесь вот такой вот аппендицит остался у меня. И вы знаете, сигналил. Не очень хорошо, но выбросил. Бабах! Наконец-то какая-то крупная монета. Ну, какая? Это у нас пятак. Ой, какой бодрый, а. Какой бодрый пятачок. Смотрите. Ах. Это единственная сегодня крупная монета. У меня нет ни двушек, ни трешек. А вот она, красавица медная. Ай. Ай-яй-яй. Чудо. Чудо-чудо-чудо. Класс. Сопутка здесь интересная, ребята. Смотрите. Вот такая вот интересная, ажурная. Вообще классная. Причем вот эта вот. Фиговина. Она была раскидана по всему фундаменту. Там первая, здесь вторая, здесь третья. Вот. Дом горел и бутылки вот, смотрите как. Поплыли. Вот такая вот керамика здесь. Кузнецовская. Такие вот вещи с керамикой. С символикой царской. Я собираю. Когда наберется большое количество, сделаю мозаику. Так что вот так вот. Сейчас тоже добью. И, наверное, тоже туда к пацанам отправлюсь. Одному скучно. Итак, ребята. В общем, я с фундаментом закончил. Я его присыпал. Ямы нету. Сейчас с пацанами переедем в одну вон там, где давненько там шурфил горелый. По монетам пока вот так вот получилось. Неплохо. Последняя монетка вам не показывала. Трешечка. Вот. В принципе, как-то вот так. Ну, завершение, конечно, будем делать на том пандемике. Ну что, ребята. Закончился сегодняшний коп. Снимать буду в машине, потому что сегодня весь день был ужасный ветер. Смотрите. Там все черным-черном. Вообще жесть. Сзади там вообще, смотрите, какая чернота. И нам надо поскорее свалить. И по находкам, ребят. Зацикливаться не буду. Вот такие вещи я собираю. По советам не особо, но по царям. Вернее, по меди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь медных. Одна серебрушечка, ребят. Двадцать четвертый год. Пятачок. Копеечка. Двадцать четвертый. И неплохая. Александр Второй. 1862 года. Сегодняшний коп, конечно же, сделала вот такая вот находка. Жалко, что здесь есть утрата. Видите, лопнуто. Это жалко, конечно. Печально. Но фундамент все равно выстрел вот этой приятной находкой. Так что, все. Всем пока. До новых встреч. Ребят, сваливаем скопа. Смотрите. Жесть, что творится. Жесть. Это последние лучики солнца. И потом все. Чернота. Черным черно. Дорога у нас будет составлять где-то порядка 150 километров. И все время, наверное, будет хлыща дождь. Так что, мы сваливаем вовремя. Дорога у нас будет. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова